История жизни быстрее одного мига. История любви — это привет, до свидания, до встречи. Сказал Джимми Хендрикс 17 сентября 1970 года, за день до своей смерти. История жизни Джимми Хендрикса может и быстрее одного мига. Но история его наследия живет вечно. Как и его музыка. Биби Кинг. В рок-н-ролле он был гитаристом номер один. Лес Пол. Он был совершенно необузданным. Он показывал вам, что он может делать все с гитарой. Джон МакЛохлин, музыкант. Музыка Джимми шла из его души, тела, нутра, из крови и нутра. Боб Вир. Он в любое мгновение был готов яростно докапываться до возможности какой-нибудь ноты, нюанса. Джимми Султан, друг. Джимми был одним из самых ярких представителей творческой музыки, когда-либо живших на планете. Леон Хендрикс, брат Джимми. Я считал его пророком. Он просто взорвал мой мозг. Джимми был мастером по преодолению условностей. Он смел их все. Джефф Бэк. На самом деле он все время обгонял ничем не сдерживаемый, свободный. Эрни Айлим. Он был не ближе, чем рука человека к руке Господа на небесах. Типа мудреца. И в то же время он оставался человеком. Тундер Айлим. Думаю, он был бессмертной душой, которая прорвалась в бессмертие через музыку. И вместо того, чтобы говорить «я, Джимми Хендрикс», он говорил «я музыка». И он стал музыкой. Энди Джонс, звукооператор. Он гений. Это обязательно нужно сказать. Он был невероятно талантлив. Пепи Арнольд, подпевка. Он был мастером не только технически и как музыкант, но еще духовно и душевно. Я имею в виду его музыку, его миссию. Джимми Хендрикс. Мы называем нашу музыку электрической церковной музыкой, потому что она для нас как религия. Бадди Майлз. Вы знаете, почему люди ходят слушать его высокопреосвященство Билли Грэма? Он наэлектризовывает аудиторию. Джеймс Маршал Хендрикс делал то же самое, но только в другом жанре. Но все равно это были дух, религия, ум, тело и душа. То, что мы говорим, это не протест. Мы даем ответы, в каком-то роде решения. Мы до сих пор слушаем Петховена. Мы до сих пор слушаем Штрауса и всех остальных. А будущее поколение будут слушать Джимми. Подобно музыке великих композиторов прошлого, музыка Джимми вне времени. Но более того, в его музыке заложено послание. Возможно, источником величия Джимми и является это послание любви. Но что за человек скрывался за музыкой? Кто был этот по натуре застенчивый, но совершенно необузданный шоумен, сочинитель песен, посланник, творческий гений, бог гитары? Мы должны начать сначала. Джимми Хендрикс. Неоконченная история. Часть первая. 1942-61 годы. Они встретили в Сиэтле, в штат Вашингтон. Ей было 15, ему 22. Люсил Джиттер и Эл Хендрикс. Мать и отец одного из самых влиятельных музыкантов 20 века. Так что вполне естественно, что именно музыка свела их вместе. В 1941 году Эл и Люсил в первый раз взялись за руки во время танца. Они были партнерами по джиттербагу и считались одной из лучших пар в Сиэтле. Но их беззаботные дни с Вином, Розами и Линдихопом длились недолго. 7 декабря все изменилось. День, ставший днем позора. Морские воздушные силы имперской Японии нанесли Соединенным Штатам внезапный и тщательно продуманный удар. Эл и Лару призвали в армию, и он вскоре должен был покинуть родной дом. На ухаживание оставалось мало времени, и молодые поженились в марте 42-го года. Но была еще одна причина такого поступка. Люсил Хендрикс была беременна. Ей было 16 лет. Долорес Холл Хамм, тетя Джимми. Никто не ожидал, что моя младшая сестра будет скакать по сцене, выйдет замуж или забеременеет. В то время это было катастрофой. Сэмми Дрейн, друг детства. Это больница Харбор-Вью. В то время она была окружной больницей. Там-то в 42-м и родился Джейми Хендрикс. 27 ноября в 10.15 утра Люсил Хендрикс родила мальчика весом 3 600, которого назвали Джонни Алленом. Через несколько лет его отец переименовал его в Джеймса Маршалла. Но все остальные будут знать его как Джимми. Когда он родился, мы все были счастливы. Он наполнил нас радостью. И мы все окружили его заботой, потому что он был первым малышом. Люсил едва сводила концы с концами и работала в разных местах, чтобы иметь возможность заботиться о маленьком Джимми. Она работала в ресторанах и подобных местах. Так мы и кормили Джимми. Переезжая с матерью с места на место, Джеймс Маршалл Хендрикс с самого своего рождения жил кочевой жизнью. Победа! Япония сдается! В Сетле были вино женщины песни, много песен. Так что военнослужащие и гражданские отбросили чопорность в сторону. Кажется, Джимми было три с половиной, когда Эл вернулся домой. Люсил и Эл Хендриксы жили у меня. Когда Джимми было почти четыре года, они решили, что им надо обзавестись своим домом. Они переехали в район Рейнер-Виста, и, думаю, им пришлось нелегко. Потому что Джим уже подрос, его надо было готовить к школе, отдавать детсад. Им нужно было платить за квартиру, покупать еду. А Эл не мог найти себе хорошую работу. Джимми Прайер, друг семьи. Когда война окончилась, и все оказались без работы, Эл не был квалифицированным рабочим, но он умел работать руками. Он только так мог заработать себе на жизнь. Но у него была такая же проблема, как у всех. В то время черным было очень трудно найти работу. И тогда казалось, что выпивка и тому подобное как-то смягчает беды. Я заметила, что Эл стал больше пить. Люсил тоже начала пить. Я стала замечать царапины и синяки на ее руках и шее. Она говорила, мы с Элом подрались вчера вечером. Я помню, что Люсил была очень хорошим человеком и любящей матерью. Просто в то время всем нам приходилось решать эти проклятые житейские проблемы из-за нехватки денег. Но она воспитала очень хорошего мальчика, Джимми. Он всегда был очень дружелюбным мальчиком, но иногда вдруг замыкался в себе. Я спрашивала, что случилось с Джимми, в чем дело? Он отвечал, мама и папа все время дерутся. Все время дерутся, мне это не нравится. Кажется, ему было тогда всего 4 года. И он вот так говорил. Он говорил, мне это не нравится. Мне хочется, чтобы они перестали. Ну и все в таком роде. И это было плохо. К 1948 году положение улучшилось. Закон о правах военнослужащих дал Элу столь необходимые пособия. И когда появился следующий ребенок, названный Леоном, Хендриксы начали чувствовать себя настоящей семьей. У Люсилы Элла родился Леон. И они были в восторге. Элл был в большом восторге. Он сказал, на этот раз я дома. Я увижу, как родится ребенок. Леон Хендрикс, брат Джимми. Мой отец, мать Джимми и я смотрели в Рейнер Виста все кинофильмы. Каждое воскресенье они ходили в кино. Если ты платил пять центов, то мог посмотреть десять минут Флэша Гордона. Но с Бастером Краба. От него Джимми получил свое прозвище. В детстве мы звали его Бастером. Все друзья его так звали. Посмотрев фильм, он решил достать себе плащ. Он раздобыл плащ, после чего залез на крышу. И сказал, смотри на меня. И сказал, я сейчас брошусь вниз. И он прыгнул с крыши, махая руками вот так, после чего бум, и шлепнулся на землю. Представляете? Я сказал, ух ты, Джимми. Он говорит, попробуй ты, Леон. Я говорю, нет, нет. Мне тогда было шесть лет. Ничего, да? Вот после этого ему и дали кличку Бастер, потому что он всегда подражал Бастеру Краба из Флэша Гордона. Куда мы теперь, Флэш? Прямо на Арбороу. А затем домой. Джо Хендрикс. Брат Джимми. Меня зовут Джозеф Аллан Хендрикс. И я сын Элла Хендрикса и Люсил Хендрикс. У Джо было что-то не в порядке с ногой. Что-то, кажется, со стопой, я уже не помню. Так что он все время хромал. И Эллу очень и очень не нравилась перспектива лечить сына. Поэтому Элл решил отдать сына в специализированные заведения. Мне было около трех с половиной лет. Мы с мамой и папой пошли купить мороженое. Мама крепко обняла меня и сказала, «Мне надо идти, я буду ночевать в другом месте». И она заплакала и никак не могла остановиться. Она не хотела вести меня к дверям какого-то дома. Тогда папа поднял меня и отнес вместе с коричневым чемоданчиком к дверям. Посадил меня на верхней ступеньке крыльца, позвонил в звонок и сказал, чтобы я сидел и ждал. «Кто-нибудь выйдет и заберет меня». И спустился с крыльца. Мама стояла внизу, возле машины. Она все время плакала. Тогда он схватил ее и затолкал машину, закрыл дверцу и сел за руль и уехал. Моя сестра Люсил никогда не простила Эллу то, что он увез от нее Джо. Когда-то счастливая семья вскоре развалилась. Элл и Люсил постоянно ссорились, а потому решили развестись. Джимми выразил свое отношение к распаду семьи в своей песне. Castle Made of Sands – замки из песка – это история нашей семьи. Понимаете? Замки из песка, в конечном счете, всегда размываются морем. Тина Хендрикс – племянница Джимми. «Замки из песка» – моя любимая песня. Потому что в ней говорится о том, что пережили в детстве он и мой папа. Меня она по-настоящему волнует. Когда я слышу ее, у меня такое чувство, словно я уношусь назад в прошлое. Я частично чувствую их боль, потому что там еще подразумевается домашнее насилие. В первом куплете говорится о ссорах матери и отца. Эй, подруга, ты, наверное, сошла с ума. Где та большая любовь, что у нас была? Это отец разговаривает с мамой о том, какая у них была большая любовь, а потом, вдруг, все. Знаете, они построили свой медовый месяц из песка. А все песочные замки в конечном счете размываются морем. Вот такой был первый куплет. А второй куплет был обо мне. Я маленький индейец, который, пока ему не исполнилось 10, играл в лесу со своими друзьями-индейцами. Он мечтал, что когда вырастет, станет свирепым индейским вождем. Потому что мы с Джимми постоянно играли в парк Лэшей, в ковбоев и индейцев. И такие же были наши мечты. Но прошло много лун, пока мальчик не стал сильным. Но он всегда пел свою первую военную песню. Мне еще не было десяти, когда меня увезли люди из соц. обеспечения. Схватились среди ночи. Вот так просто забрали. Джимми был совершенно сражен, когда проснулся среди ночи. Когда я слышу замки из песка, они для меня значат намного больше, чем просто красивые мелодии на гитаре и отличные стихи. Это размышления о моей истории и моем прошлом, о семье Хендрикс. Так что в песне глубокий смысл. И когда люди слышат эти стихи, они могут сделать свои заключения о том, откуда пришел Джимми и какое у него было прошлое. Потому что он остался в семье. А последненьку при этом о моей матери. Жила-была девушка, чье сердце не смогли найти, на всю жизнь искалеченное, не смевшее звука произнести. Таков мой отец, вечно кричавший на мать, когда мама пыталась возразить. Они оба бывало выпивали, и он запрещал ей, ему возражать, потому что они всегда спорили. А она считала, что она какая-то калека. Она катилась в инвалидном кресле к краю моря, и ногам своим кричала, «Вы не сделаете мне больно больше». Инвалидное кресло фигурирует там, потому что когда мы с Джимми навещали ее в больнице, она сидела в инвалидном кресле. У нее было какое-то увечье. А затем появился корабль под золотыми парусами. Ну и она взошла на него и отправилась на небо. Для маленького Джимми это было потрясением, и он написал об этом. Все свои детские переживания, все, что он в душе пережил в детстве, все это он вложил в свою музыку. Став знаменитым, Джимми всегда очень мало говорил о своей жизни в Сиэтле. Но окружающая его в детстве обстановка во многом походила на ту, в которой он оказался взрослым. И глубоко под маской рок-звезды прятался бедный одинокий мальчик из центрального округа Сиэтла, старавшийся подняться над всеми страданиями, которые несла бедность. Мэри Уилликс, подруга детства. Джимми родился в восточной части центра города, на склоне холма. Оттуда открывался великолепный вид на долину Мэдисон и озеро Вашингтон. А Джимми родился неподалеку от парка Леши, в берега озера. Это очень красивый парк. Джимми Уиллимс, друг детства. Я познакомился с Джимми в начальной школе района Леши. Мы оба были в четвертом классе, это был 1953 год. Мы с Джимми стали друзьями почти сразу. Думаю, в Джимми уже было заложено творческое начало, как у людей, занимающихся, скажем, рисунком или живописью. Они видят вещи несколько по-другому, чем обычные люди. Моя подруга Дороти была приходящей няней, когда Джимми был маленьким. Однажды она сказала мне, «Знаешь, что я тебе скажу насчет Джимми?» Однажды он прославится. Он не такой, как мы. Она спросила, «Ты когда-нибудь слышала, как он рассуждает о звездах, луне и все такое?» Леон Хендрикс, брат Джимми. Я еще жил вместе с Джимми, когда в нем проявился первый интерес к музыке. Это случилось тогда, когда стала выходить передача «Лучшие 40 песен». Это было в самом начале 50-х. Со всей страны они набирали всего 40 песен. И каждый вечер в 7.30 играли 40 песен. Понятно? Такая была передача. И Джимми слушал их все. Он был талантлив уже в детстве. Он занимался скульптурой и живописью. У Джимми было живое воображение в использовании красок. У него все было зеленее зеленого, краснее красного, фиолетовее фиолетового. Я не сомневаюсь, что это очарование цветом привело его к музыке. Сиэтл был идеальной почвой, чтобы у человека с таким интуитивным воображением, как у Джимми, развелись творческие возможности. Особенно именно в это время. В центральном округе, где мы жили, проживали вместе белые, черные, и азиаты. Все вместе. Сэмми Дрейн. Здесь проживает разная национальность. С соседями у нас всегда были самые разные люди. И по этому поводу у нас никогда не было никаких проблем. Без разницы, белый ты, или черный, или азиат, или еще кто-то. Цвет кожи никого не волновал. Так что идея о единстве душ, который проникся Джимми, была заложена уже в самой общине. Мы здесь никогда не знали расизма. Мы нормально общались, дружили. Знаете, Брюс Ли тоже иногда приходил и играл с нами. Все мы ходили в одну школу, здесь, в Леши. Если вы посмотрите на фотографию шестого класса, где учился Джимми, вы увидите самых разных детей. Мы были смесью черных, белых и азиатов. Посмотрите на фотографию класса, где учился Джимми. Я стою рядом с ним. Это начальная школа в Леши. Для нас это было настоящим благословением, что там были дети отовсюду. Наверное, в то время это было одно из самых космополитических мест в США. На фотографии вы можете увидеть этническое разнообразие детей. И мы все были очень хорошими друзьями. Я думаю, в нас всех было что-то совершенно исключительное. И я уверена, что это тоже способствовало тому, что Джимми так проявил себя. Это позволило его подсознанию выразить себя в музыке таким прекрасным способом. Диди Банди, кузина. Я впервые услышала его музыку у одного из своих друзей. И этот парень сказал мне, «Ты должна услышать эту музыку». Они мне сыграли. И я сказала, «Это круто». А он мне, «Он из Сиэтла?» А я ему, «Он мой кузен». О боже! Я была поражена его ритмами. Было ясно, что он не задержится в Сиэтле, играет там на ударных или еще на чем-то. Уже тогда в его музыке чувствовался дух Нью Эйджа. Потом он будет сочетать в своей музыке весь свой музыкальный опыт. Рональд Буфорд, друг детства. Он таскал за собой вибрафон из Сиэтла в течение всей своей музыкальной карьеры. Это был инструмент из Сиэтла. Джейми Хендрикс провел две трети из своих 27 лет в Сиэтле. Сиэтл стал частью его. Плохой и хороший. К сожалению, плохое затемняло хорошее, оставив на нем шрамы, причинявшие ему боль до конца его жизни. Кэти Этчингем, подруга Джимми. У него было очень несчастное детство. Он рассказывал, что у него не было ни еды, ни обуви, что не было сменной одежды, что приходилось ходить по домам, чтобы поесть. И что отец бил его по лицу и бил ему голову. И что он часто сбегал. Но ему приходилось возвращаться домой, потому что ему было некуда идти. Отец обращался с нами довольно жестко. Он вырос во времена Великой Депрессии, когда было трудно свести концы с концами. То, что он зарабатывал за день, хватало только на еду на тот же день. И на завтра он вынужден был опять идти работать. Он буквально очень жестоко вколачивал в нас чувство необходимости работать. Но все равно мы очень любили отца. Вообще-то он был хорошим человеком. Он весь вырастил нас. Он нас содержал, кормил. Он прятал нас у соседей, когда не мог нас содержать. Мы ездили в Канаду и обратно, чтобы социальные службы не забрали нас. Мы по-настоящему были несчастны только тогда, когда мама с папой разошлись. И тогда нам пришлось переходить от мамы к папе. И наоборот. Между Эллом, его бывшей женой, матерью Джимми, было столько неприязни. И, наверное, Джимми подумал, что она его бросила. Когда дети еще такие маленькие, они не понимают, что к чему. Он считал, что по-настоящему у него не было семьи. Но он много рассказывал о своем брате Лиане. Я смотрел на Джимми снизу вверх. Он был вроде моего суррогатного отца. Потому что сам отец далеко не всегда был рядом. Часто, когда я приходила мимо их дома, я видела, как Джимми делает яичницу. Он говорил мне, что готовит ужин. Я готовлю ужин для младшего брата, говорил он. Он делал яичницу и кормил брата. Тина Хендрикс, племянница Джимми. Джимми заботился о нем, потому что он был старший и вообще был любящим братом. По словам моего отца, он лучший старший брат, какого только можно себе пожелать. Папа рассказывал мне, как они веселились, когда были маленькими. Но и о трудных временах он тоже рассказывал о детских домах, о побоях и все такое. Нам очень не хотелось тоже попадать в детский дом. Поэтому мы всегда хорошо себя вели. Эл из-за нищеты был вынужден расстаться с Леон. Это было плохо. Он оставлял его у разных людей, а потом отдал в детский дом. Это было очень плохо. Меня забрали, а Джимми нет, потому что ему уже было больше 12. В то время считалось, что если тебе уже 12, ты в состоянии себя прокормить и содержать. Дайана Хендрикс, кузина Джимми. В то время у моего дяди, Элла Хендрикса, были финансовые трудности. Ему пришлось оставить у нас Джимми почти на год. В доме еще жили мои мама, папа, брат и я. Я помню, как Джимми играл на венике, как на гитаре. Ему казалось, что он играет по-настоящему. В то время мы все слушали Элвиса Пресли. Он тогда был королем рок-н-ролла. Как Элвис, Джимми впитал в себя любовь к музыке. Она могла преодолеть все преграды, включая бедность. Это была и церковная музыка, и пластинки с джазом, и блюзами, которые заводил его отец. Это было признаком его таланта. Но у Джимми не было главного возможности самому выражать себя. Как-то отец работал на одну богатую даму, и эта богатая дама сказала, чтобы он навел порядок в ее гараже. И папа навел там порядок. И среди хлама он обнаружил у Келлили всего с одной струной. Папа принес ее домой и со смехом бросил на стол. Джимми воскликнул. Ух ты! И начал дергать эту единственную струну. Поскольку там была всего одна струна, то, чтобы были разные тона, он то натягивал ее, то ослаблял. Он даже унес к нам в комнату радио. И нас, Джимми, за это отругали. Потому что он как-то неправильно поставил его назад. Отец ругался. Почему вы забрали радио к себе, маленькие паршивцы? Почему вы забрали радио к себе? И Джимми сказал, я искал там музыку. В годы, когда формировалась личность Джимми и возрастал его интерес к музыке и цвету, в других областях знаний он отставал. И когда он перешел в старшие классы, это отставание еще больше усилилось. Мэри Уилкиц, подруга детства. Джимми в классе был очень тихим. И меня забавляет, что многие люди, ходившие вместе с ним в школу, вообще не помнят его, потому что он был очень тихим. Сэмми Дрейн, друг детства. Да, Джимми был тихим мальчиком, но при этом он навлекал на себя массу неприятностей. Он не очень-то ладил с учителями, потому что не терпел ни от кого, чтобы ему указывали, что ему делать. В этом он очень походил на своего отца. Когда Джимми жил у нас, я не часто видела дядю Элла. У Джимми были какие-то неприятности в школе. Мою мать пару раз вызывали в школу. Но Джимми отказывался делать определенные вещи. Он упрямился. Он просто этого не делал. Моя мать очень огорчалась, потому что она очень любила Джимми. Он был ей как родной сын. Она знала, что мальчик страдал. Люди смеются над теми, у кого нет нормальной обуви или если у кого дырявая одежда. Бедняки поэтому тихие и застенчивые. Джимми пришлось испытать на себе все эти насмешки. По одежде Джимми было видно, что он очень беден. У меня самой была одежда с дешевых распродаж, но она хотя бы подходила мне. Лютер Рапт, друг детства. Мое самое первое воспоминание о Джимми это Джимми с ваксой в волосах. Он намазывал волосы черной ваксой, потому что они у него были рыжеватые. Бедный Джимми иногда приходил в школу в непомерно большой рубашке и в очень коротких брюках. Одежда часто ему была не по размеру. И когда мы с ним разговаривали, мы смотрели ему только в глаза и тогда забывали обо всем этом. Поведение Джимми в этой ситуации было достойно восхищения. Он вел себя очень и очень достойно. Когда мы с ним разговаривали, невозможно было даже предположить, что он так беден. У него был очень мягкий характер. Многие люди почти не помнят его в детстве, потому что он был очень-очень тихим. Что касается меня, то я только вне школы узнала, какой он интересный человек. Казалось, он знал все о звездах. Как они появляются, какая звезда здесь, какая звезда там. Вы понимаете, о чем я? Мы никогда не думаем о подобных вещах, а для него это казалось естественным. Вроде естественного инстинкта. Знаете, если бы у него была возможность поступить в колледж, он был бы кем-то вроде Эйнштейна, потому что у него был очень живой и любознательный ум. Кто ты? Ученый, как и ты. Откуда ты? С пока неизвестной вам планеты. Я ухожу отсюда. Стой, где стоишь. Его ужасно интересовали разные сверхъестественные вещи. НЛО, у него было богатое воображение. Летающие тарелки заполонили нашу планету. Вашингтон, Лондон, Париж и Москва являются их основными целями. Весь мир под угрозой. Я бы не сказал, что у него было фанатичное увлечение научной фантастикой. не более, чем у другого ребенка. Но он любил приукрашать ее. Вот это да! Это могло стать концом человечества. То, что люди раньше считали метеорами или часто высмеиваемыми летающими тарелками, было на самом деле сверкающим аваргардом войска с Марса. Он часто изображал сцены из войны миров. Похоже, они собираются очень скоро вылезти наружу из этого рва. Им надо сломить нашу оборону. Нам понадобится большое подкрепление. Мы его получим. Лейтенант! Смотрите! И он издавал очень странные звуки. Это были звуки из научно-фантастических фильмов, когда инопланетяне нападают на Землю и все такое. Там всегда необычная музыка, и когда ее слышишь, воображаешь что-то необыкновенное. Джейми очень увлекался этими звуковыми характеристиками. Иногда его было очень трудно вернуть в реальность. Мы ему говорили, «Хватит, Джейми, нужно быть серьезным, хватит!» А он делал так. Я пришел сюда, чтобы изложить вам эти факты, но если вы угрожаете продолжать применять силу, ваша Земля превратится в пепел. Он был по-настоящему увлечен астрологией. И я тоже. Нашей семье это было свойственно. Мы говорили о гаданиях на звездах и на разные подобные темы. Он очень любил говорить об этом в детстве. Ему тогда было... Сколько же ему тогда было? Лет 11, 12? Что-то около того. Думаю, Джейми был одним из тех немногих людей, которые даже в таком возрасте имеют связь со своим подсознательным. Так что, когда он начинал говорить о таких вещах, было явно что это исходит не из левого рационального полушария, а откуда-то еще. Это исходило из чего-то очень глубокого в нем, словно прорывалось из него, как это было позже с его музыкой. Джимми был интеллектуальным, одухотворенным, творческим. Отец не любил такие вещи. Вы понимаете, о чем я? Он не любил такие мысли. Он считал, что они бесполезны, потому что они были бесполезны для него. Он считал, что для того, чтобы выжить, нужно все время вкалывать, возиться в грязи, типа того. А у нас с Джимми были и другие идеи. Привет всем, как дела? С вами ваш верный Алан Фрид. С 1957 года идеи Джимми начали принимать другую форму, чему способствовали такие музыканты, как Бадди Холли, Чак Берри, Фэтс Домино, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис и, конечно, сам король. Джимми любил Элвиса и ходил на его выступления в Сиэтле в том же году. И в том же 1957 он познакомился с Литлом Ричардом, который приехал навестить свою мать, живущую неподалеку от Хендриксов. Судьба распорядилась так, что 8 лет спустя Джимми будет играть в группе Литла Ричарда. Но тогда, в 1957, Джимми больше интересовала игра в местной футбольной команде, чем перспектива стать звездой рок-н-ролла. Губернатор Бут Гартнер, футбольный тренер Джимми. Я в течение пяти лет был тренером в Центральном округе. В этот период времени я узнал много детей. Одним из моих любимцев был Джимми Кендрикс. Игра доставляла ему просто удовольствие. Он был костлявым, как котенок, но у него были большие руки и корпус. И он отлично бил по мячу. Я хотел, чтобы он серьезно относился к футболу, намеревался свести его с нужными людьми. А однажды, когда мы очень красиво победили одну команду, я сказал ему, теперь играй полузащитником. Он посмотрел на меня и занял место полузащитника. Другие ребята, к чести их будет сказано, ждали, пока противник не построит защиту. Они просто ждали. И вот игрок пошел на прорыв. Это был Джимми. Он прорвался через защиту и блокировал игрока. Он повис на нем. И тот протащил его почти пять метров. И никто не помог ему. Он был очень горд собой. Но как раз в это время условия его жизни ухудшились. В это время Джимми вернулся жить к Эллу. И, к несчастью, стал реже ходить в школу. Судя по всему, Элл не особенно настаивал, чтобы Джимми ходил в школу. Так что он завалил экзамены в девятом классе и остался на второй год. Он стал пропускать тренировки. Я чувствовал, что у него в семье не было стабильности, в которой так нуждаются подростки. Наступил период, когда он перестал ходить в школу. Кажется, в это же время умерла его мать. Когда умерла наша мама, на Джимми это произвело больше впечатления, чем на меня. Потому что отец не посвящал меня в обстоятельства, стараясь оградить меня от этого. Я только помню, что я и Джимми навещали маму за несколько недель до ее смерти. Когда мы пришли в больницу, мы увидели, что она в инвалидном кресле. Она улыбнулась нам, она любила нас, она обнимала нас. И я решил, что все в порядке и что мама выздоровеет. Моя сестра не напилась до смерти, как писали в газетах некоторые люди после ее смерти. Она умерла от разрыва селезенки. Наверное, она упала и ушиблась. Или же ее ударили. Или еще что. Мне позвонили в больницу, и мы с Дороти поехали в Харбор-Вью. Мы увидели ее, лежащей в коридоре. Позже медсестры сказали, что врачи не знали, что у нее была разорвана селезенка. А то они могли бы спасти ее. Отец сказал нам, что нашей мамы больше нет. Она умерла. И больше ничего. Он не очень-то любил говорить. Он просто сказал, ваша мама умерла, и мы скоро ее похороним. Мы поверить не могли, что дети не пришли на похороны. И все друг друга спрашивали, где они? Почему их нет? Знаете, все были поражены. Вместо того, чтобы повезти нас на похороны, он налил нам обоим поступки виски. Он был очень расстроен. Он очень любил маму и переживал ее смерть. И когда она умерла, он не разрешил нам с Джимми идти на похороны. Вместо этого он налил нам обоим поступки виски и сказал, вот так поступают мужчины. он потерял мать еще в детстве. И с этого момента его воспоминания как бы исчезли. А вместо этих исчезнувших воспоминаний появились романтизированные истории. Моя мать ехала на верблюде. Она ехала под деревьями. На лице ее можно было видеть тени от листьев, потому что она ехала под ними. И эти тени были зеленого и желтого цвета. Она сказала, теперь я буду редко с тобой видеться. Это было через два года после того, как она умерла. Он написал песню Энджел про ангела. Это была песня, посвященная его матери. Вот так он ее чувствовал, такой она ему казалась. Он считал ее красивой. Он часто говорил о ее красоте, о том, какой она была светлокожей и как она любила его. Он любил ее. Мне кажется, у него был абсолютно романтизированный образ своей матери. Когда их мать отправилась на небо, дед очень много работал, он все время был на работе, так что ребята почти всегда были одни. помню, я как-то зашел к ним, чтобы забрать его на тренировку, потому что он уже целую неделю не приходил. В доме было холодно, свет не горел. Мне показалось, что он предоставлен сам себе. Если он хотел чего-то добиться, он должен был сделать так, чтобы это случилось. Но когда ты ребенок, это не всегда удается. Это было худшее время в его жизни. Иногда он приходил к моему дому, садился на крыльцо и плакал. Он просто сидел там. Я спрашивал, что, думаешь о своей маме, о Люсиле? Он отвечал, да, да, как ты узнала? Я говорила, я тебя знаю, я знаю, что ты о ней думаешь. А он, я думаю о ней. Полагаю, что когда мать Джейми умерла, он спрятал в себе свои эмоции, а затем выразил их через гитару. Джейми Хендриксу было 15, когда умерла его мать. Ему было все те же 15 лет, когда у него появилась его первая настоящая гитара. С первого же момента, как он взял гитару в руки, она стала для Джейми не просто инструментом. Она стала средством выражения боли от утраты матери, воспоминаниями о ее любви. Возможно, это объясняет сверхъестественную способность Джейми заставлять свою гитару плакать, смеяться, танцевать и петь. Как бы там ни было, именно в это время гитара становится его настоящей любовью, его всепоглощающей страстью. С этого времени эти двое были неразлучны. Он бросил и спорт тоже. У него теперь была обшарпена гитара Кейм, и он начал на ней играть. Он играл такие вещи, как Луи-Луи и Питер Ганн. Когда я начал играть, я подражал таким музыкантам, как Билли Батлер, который играл вместе с Биллом Доггеттом. Еще я подражал Мадди Уотерсу, Мадди Уотерсу, Эдди и Комптону. Я пробовал все, что привлекало мой интерес. Его кумиром был Элвис Пресли. Он часто пел Хаунд Дог и Лав Митенда. Помню, когда я был маленьким, он поначалу пел мне эти песни, чтобы я уснул. В Джимми росло чувство покинутости. К школе он потерял интерес, так что свой дом он нашел в музыке, а школу на улицах центрального округа. Сэмми Дрейн, друг детства. Каждый день он приходил ко мне, мы импровизировали и писали песни и представляли себя перед большой аудиторией, прямо здесь, в этом доме. Мы представляли, что деревья, дома и все предметы были нашей аудиторией. Он останавливался перед домом, у него была электрогитара, но не было усилителя. Он охотно играл, если его просили. Я говорил, Джимми, сыграй это, сыграй то. А когда моя мама была дома, она просила, сыграй мне Бэт Виски. Это старая песня в стиле ритм и блюз. Сыграешь для меня? Он просто улыбался. Моя мама любила его. Я любила его. Он приходил сюда каждый день. Ему нравилось, как я одеваюсь. Он говорил, что ему нравится, как я одеваюсь. Я кормила его, а потом выпроваживала домой. Он задерживался у нас надолго. Я говорила, я уже устала от этого шума. Музыка была хорошей, но он играл так громко. Я думала, что он мешает соседям, но соседи любили слушать его. Да, он сидел здесь до темноты. Я говорила, иди домой, уже темнеет. А он отвечал, не хочу, мне не хочется идти домой, я хочу остаться здесь. Он называл меня своей мамой. Да, здесь было ядро всего происходящего. Именно здесь. Центральный округ Сиэтлия, штат Вашингтон. Там есть красный дом, в нем жила моя девушка. Это песня Джимми Хендрикса «Красный дом», «Рэдхаус». Вот этот дом. В нем жила Бетти Морган, подружка Джимми. Он провожал ее домой из школы. Джимми был влюблен в Бетти. Она жила здесь. А это Гарфиттская средняя школа, где продолжалась его учеба. Здесь учились великие Джимми Хендрикс, Уинси Джонс, Брюс Ли и еще другие великие люди. Когда Джимми стал знаменит, и местные увидели его на сцене, они говорили, «Этот парень же отсюда». И я слышал комментарии «Дикий человек». «Дикий чернокожий, с пышной шевелюрой» и подобные вещи. По характеру Джимми не был сдержанным. Он был очень веселым. Он был шутником класса. Джимми был веселым. Он всегда рассказывал анекдоты и всегда играл вот это. Это мелодия кантри-вестерн. Он играл... Джимми любил кантри-вестерн. Джимми был застенчивым, Джимми был веселым. Он все время рассказывал анекдоты. Он был веселым, застенчивым и каким-то одиноким. И с ним всегда была его гитара. Он все время играл. Как только была возможность, он играл. Он просыпался утром с гитарой на груди. И первое, что он делал, это шевелил пальцами. Перед тем, как почистить зубы или пописать, он уже играл аккорды. Так что это было неизбежно, что однажды он станет мастером маэстро. Это было неизбежно. По стилю звучания гитары заметно то, что в нем видны следы тех его детских лет, когда он играл под радио и под пластинки. В основном это Биби Кинг, Альберт Кинг, Луи Джордан, Хаулин Вулф и Мадди Уотерс. С самого начала у Джимми было естественное влечение к блюзам, которые вскормили его стиль рок-н-ролла. К 1959 году 17-летний Джимми Хэндрих смог играть почти все, что хотел. И теперь страстно хотел попасть в какую-нибудь группу. Я помню, первая группа Джимми называлась Роккен Кингс. Все ее члены носили красные пиджаки и белые рубашки. А у Джимми не было красного пиджака. Тогда отец стал брать меня и Джимми с собой на работу. Он был садовником. И Джимми заработал достаточно денег, чтобы купить красный пиджак, который стоил 5 долларов. Это был Блейзер с маленькой эмблемой на нем. Теперь он мог купить себе этот пиджак, он был так счастлив. Теперь у него и у всей группы были красные пиджаки. Они играли Мадди Уотерса, Ритмон Блюз, Ай Кентину. Когда я вступил в эту группу, я знал около трех их песен. И когда пришло время нам играть на сцене, я знал только их. Я играл за кулисами, я не мог выйти вперед. И чувствовал себя ужасно обескураженным. Когда слышишь много групп вокруг себя, тебе кажется, что все гитаристы играют намного лучше тебя. Вначале я ужасно боялся, и я не осмеливался выйти на сцену. Когда Джимми начал играть по клубам, Сиэтлу был меккой развлечения. Можно было пешком обойти не менее 30 мест, где можно было выступить. Для нас это означало, что можно было подзаработать деньги. Играли для публики вечером по пятницам, субботам и воскресеньям за 5-6 баксов. По всему городу была куча разных точек. Крошечные клубы. Никаких стадионов, залов. Но он был счастлив. Вы, наверное, слышали о Spanish Castle Magic. Spanish Castle Magic был ночным клубом на шоссе Pacific. И это еще и название песни, которую написал Джимми. Spanish Castle Magic. Это в километре от города, так что приходилось добираться на стрекозе. Стрекозой мы называли нашу машину. Я помню Spanish Castle, потому что я там работал. Там были разные выступления. Так вот, он не был лидером группы, он не был главным. Но, знаете, он крал внимание. Он играл своим стилем. По-своему. Или это прорывалось само. Не по его воле. Джимми начал вытворять разные странные вещи. Гитара производила эффект квакуши. Она была переменчива. Люди прекращали танцевать и смотрели на него с недоумением. Типа, что здесь происходит? Он был далеко впереди своего времени. Знаете, на середине одной из их песен, стилей ритм и блюз, он вдруг делал так. А они ему, Джимми, нет, нет. Группа не переносила, когда Джимми делал фидбэк. Каждый раз, когда он делал фидбэк, они расстраивались. Они спрашивали, Джимми, что ты делаешь? И Джимми говорил, ой, извините, извините, мне нужно было сделать этот маленький аккорд. Бывало так, что его нанимали в пятницу, а в воскресенье уже увольняли, потому что не могли больше с ним играть. Он был слишком подвижен в музыке. Ему было наплевать, кто на него смотрел. Или не смотрел. Он будто репетировал для большого выступления. Если вы станете изучать жизнь Джимми, вы увидите, что еще очень молодым он понял, что гитара – это то, чем он хочет заниматься. Техеркуалим, друг, если ты с детства в контакте с музыкой, то к тебе придут самые сильные творческие силы. Они обычно сопровождают молодых, потому что те не упустят шансы, они не боятся экспериментировать. И эти силы любят экспериментировать с теми, кто этого не боится. Музыка превратила его в другого человека. В совершенно другого человека. В то время был клуб под названием «Бёртленд». Джимми Хендрикс и «Роккен Кингс» там часто играли. И часто Джимми приходил туда играть один. Много раз джазисты не хотели, чтобы он играл, потому что он играл не так, как они. Джимми в музыке шел впереди и хотел играть то, что хотел. Многие джазисты не хотели, чтобы он играл с ними. Но это был «Бёртленд». Любой, кто был кем-то приходил сюда, проходил через него. Баумс, Блакуэлл, Куинси, Рэй Чарльз. Все джазисты побывали в Бёртленде. Бёртленд был потолком. Если ты дошел до Бёртленда и был способен сыграть в Бёртленде для сетловской толпы, обожающей ритм и блюз, то это был потолок. Дальше тебе некуда было идти. После того, как ты выступил в Бёртленде, тебе ничего другого не оставалось, как уехать из города, потому что это был потолок. И все эти группы остались и играли в Бёртленде. Это все, что они могли. Они и сейчас там. Понимаете, о чем я говорю? Нужно уезжать. Да, он в любом случае был в движении, со своей музыкой, со своими стихами, со своим искусством. Он все время шел вперед. И он всегда чего-то добивался, всегда исследовал, всегда искал что-то еще, нечто большее, нечто более высокое. Многие люди в Сиэтле не понимали, откуда взялся такой Джимми. Они не могли с ним контактировать. Он был другим. Они думали, раз ты другой, значит с тобой что-то не так. Джимми был другим. В 1961 году перспективы для Джимми в Сиэтле были мрачными. Из-за плохой посещаемости Джимми выкнули из школы, и он стал работать с отцом, что еще более усложнило их отношения. Когда отец побил его во время работы над ландшафтом, Джимми решил, что с него хватит. А после двух последующих стычек с законом, он решил навсегда покинуть Сиэтл с помощью дяди Сэма. Я хочу, чтобы ты пошел в армию. Он пошел в армию, потому что ему нужно было уехать из Сиэтла. Его исключили из школы, так что он пошел в армию. Пока, Джимми, слышишь, подходит поезд. Он ждал своего поезда, чтобы тот увез его из этого тоскливого города. Ему необходимо было уехать. Так что он ждал этого поезда, чтобы потом вернуться и купить этот город. Что он и сделал. В мае 61-го Джимми вскочил на поезд, оставив позади свою жизнь в Сиэтле раз и навсегда. Он будет время от времени заезжать туда, но только для того, чтобы уехать. Настоящий дом Джимми был в другом месте, где-то далеко, ожидая его в его мечтах. Автор сценария и продюсер Стивен Возбург. Оператор Жозе Бугарин. Композитор Шон Аллен Клейбер. Фильм озвучен по заказу клуба Другое кино. Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»